550 тысяч тонн мусора собирает Алтайский край ежегодно. Все коммунальные отходы сегодня вывозятся на 17 действующих мусорных полигонов, где сортировка и переработка производятся лишь частично. Большая часть просто закапывается в землю. Между тем, картон, стекло, пластик и некоторые другие материалы должны быть переработаны во вторсырье и захоронению не подлежат. Всем, наверное, я думаю, коллегам, которые в теме, известно, что большая часть таких полигонов уже исчерпала свою остаточную вместимость. Она осталась на год-два, и встанет вопрос, куда мы будем размещать отходы в последующие годы. Сегодня для решения экологических проблем край обязан построить пять комплексов переработки отходов. По сути, пять современных заводских предприятий, где мусор будет не только качественно сортироваться, но и там же превращаться в новые продукты, пригодные для использования. Проблемы строительства КПО обсудили на круглом столе. Чистый Алтай, раздельный мусор, новые возможности. Он состоялся при поддержке управления печати и массовых коммуникаций региона с участием политиков, общественников, представителей бизнеса и журналистов. Во-первых, предприятие состоит из объектов – это мусоросортировочный комплекс, это карты захоронения, то есть полигон, как мы привыкли называть, это площадки, участки компонсирования, на которых компонсируются органические отходы. Предполагается, что для пяти комплексов будет регламентироваться необходимый объем отходов, который завод должен перерабатывать в год. Олейский и Рубцовский – по 100 тысяч тонн, Славгородский – 70, Заринский – 30, а комплекс для Барнаула и Камня-на-Аби – 250 тысяч тонн. Наиболее сложный вопрос – это строительство большого комплекса для Барнаульской и Каменской зон. Поскольку на территории непосредственно населенного пункта такой комплекса размещен быть не может, идет пока что предварительная работа по подбору земельного участка в радиусе примерно от 50 до 100 километров от краевой столицы. Наболевшая тема – выбор территории. Ранее под такие комплексы предлагали отвести часть угодий сельхозназначения. Запрос в Москву на специальное согласие делали в последние три года и получали отказ. Аудиторы считают, проблему можно решить путем создания конкретного документа. За последние три года никто и не писал обоснования на социально значимые объекты, которые нужны для Алтайского края. Существует 172-й федеральный закон о переводе земель. Мы все его тоже с вами знаем. И вот согласно статье 7, пункт 4, либо 9, я бы хотела, чтобы детально рассмотрели данную норму и в Москву сделали обоснование, почему данные участки у нас должны получить одобрение на перевод земель. В процессе переработки на ПКО весь мусор измельчается, включая целлофан и пластик. Эксперты утверждают, основное отличие от полигона – отсутствие запахов от органического мусора и минимум производственного дыма. Мусоровоз заезжает, проезжает через весовой контроль, через радиоакционный контроль, то есть его взвешивают, заехал, разгрузился на закрытой площадке. После выезда через весовой контроль обратно он проходит через все дезинфекционные ванны, то есть обезвреживаются колеса, чтобы не вывести никакие с территории микробы, назовем так. Другой важнейший вопрос – как убедить жителей, что ПКО – самый эффективный способ борьбы с мусором. Альтернатива ему – закон, по которому сортировать собственные бытовые отходы, будут обязаны сами граждане. Менталитет сельского населения, да не только сельского, наверное, всего нашего населения такой – покажите, дайте потрогать, если это работает, тогда будем делать это у нас. У нас в крае накопилось около 540 исторических свалок. Региональные операторы не вывозят оттуда мусор, потому что сейчас его некуда везти. Вторсырье – это спасение, к тому же привлекательно для бизнеса. Например, уже почти универсальным средством для уплотнения дорог или строительных работ стали зольно-шлаковые материалы из отходов. Возможно, если Алтайский край сможет перенять опыт соседних регионов, все исторические свалки отправятся таки на свалку истории. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком.